Вот что именно сейчас происходит в Каталонии, спросим у Алексея Пшемыского, он на прямой связи со студией. Алексей, приветствую. Скажи, как далеко готовы зайти каталонцы? Вот по твоим ощущениям, референдум состоится в это воскресенье или испанским властям все же удастся его сорвать? Добрый вечер, Алексей. Ну, скажу, что вот абсолютное большинство людей, с которыми нам удалось здесь пообщаться за прошедшие два дня, настроены крайне решительно. Но вот многие не верят в то, что референдум все же состоится и в то, что даже если люди таки проголосуют и скажут «да», Каталония получит свою независимость. Отмечу, что вот несмотря на такие очень жаркие политические события прошедшей и прошлой недели, сейчас Барселония очень спокойна. Вот мы находимся на главной набережной города, где, как всегда, очень много туристов. Отмечу, что вот в целом вообще эти политические события на туризм не повлияли пока что никак. Отмечу, что поддержать референдум сегодня в Барселону приехали каталонские фермеры, при этом приехали с размахом, привезя с собой 700 тракторов. Они обещают с этой ночи поставить тракторы возле каждого избирательного участка, чтобы не дать полицейским оцепить здание и таким образом не пускать людей голосовать. Скажу, что вот очень интересная статистика настроений здесь в регионе. Если еще в начале этого месяца, по данным соцопросов, 41% каталонцев поддерживали независимость, а 59% были против, то есть большинство было против, то вот сейчас, по моим ощущениям и по общению с людьми здесь, настроения крайне поменялись. После того, как власти арестовали 14 чиновников, готовивших референдум, а также привели в город очень много полицейских. Отмечу, что вот по последним данным сейчас более 10 тысяч испанских полицейских и военных находятся в Барселоне. И, как сказали в официальном Мадриде, полиция будет всячески препятствовать референдуму. Несмотря на это, более 30 избирателей, простите, более 30 наблюдателей с Европарламента уже прибыли наблюдать за ходом голосования. И вот знаковым стало то, что мэр Барселоны дал санкцию на проведение референдума, хотя сам он выступает против независимости. Конечно, все ждут событий в воскресенье, ждут того, как поведут себя каталонские полицейские. Ну и отмечу, что в Мадриде уже сказали, если референдум состоится, то парламент Каталонии будет распущен, а чиновникам будут грозить тюремные сроки за сепаратизм. Вот настолько сложное здесь событие, будем оставаться здесь, конечно же, следить за событиями в воскресенье и обязательно расскажем, как же пройдет референдум. Настолько сложное, настолько интересное, коллега. Спасибо за работу. Наш специальный корреспондент Алексей Пшемызский продолжает наблюдать за событиями в Испании.